друзья всем привет рада приветствовать вас на своем канале о вязании сегодня мы вяжем с вами летний узор который отлично сочетается с лицевой гладью можно использовать как основной можно с лицевой гладью можно для украшения начала изделия очень красиво смотрится этот узор в летних изделиях таких как майки топ и туники можно оформить манжет рукава вяжется очень просто раппорт узора 3 петли и 4 ряда это узор сеточка сеточка объемная вот так выглядит с изнанки этот образец у меня связан из стопроцентного хлопка с метражом 50 граммов 100 метров и спицы номер три я использовала так сейчас мы будем с вами вязать образец я буду его вязать спицы номер три с половиной и уже из мериносовой шерсти она чуть толще с метражом 50 граммах 90 метров и так для вязания образца поворотными рядами нам необходимо набрать сами количество петель кратное 3 плюс 2 кромочные петли набираем обычным способом так набрали наши петли в начале вязания если вы хотите сразу перейти к узору можно провязать платочной вязкой 3 ряда будет изнаночной петельки и приступите к узору петли изнаночные необходимо будет развернуть если вы провязываете бабушкиным способом как и я так или можно провязать резинкой один на один ну либо там два на два кромочную снимаем предварительно пару рядов и провязать нулевой установочный ряд кромочную провязала изнаночной так я провязала один ряд резинки сейчас мы провяжем второй ряд резиночки тут все на ваш выбор либо можно сразу приступить к узору но предварительно также провязать установочный ряд и так я провязала два ряда резинки и далее вяжем нулевой установочный ряд для удобства кромочную снимаем и все петли провязываем изнаночными кромочную провязываем изнаночной так провязали но на любой ряда ли мы его не считаем и переход переходим уже к вязанию основного узора и так кромочную петлю снимаем и начинаем провязывать раппорт нам необходимо из трех петель вырезать 3 таким образом первые две лицевые петли провязываем за заднюю стенку лицевой петлю не снимая петель с левой спицы делаем накид и далее подхватываем уже две эти петли и следующую третью лицевую петлю и провязываем вместе лицевой петлей и снимаем провязали раппорт повторяем две петли привязан вместе лицевой петлей делаем накид не снимая со спицы захватываем еще одну лицевую петельку и провязываем 3 петли вместе лицевой произвели 2 раппорт повторяем 2 лицевые провязываем за заднюю стенку лицевой не снимая петель со спицы делаем накид и далее подхватываем эти две петли и следующую лицевую и провязываем 3 петли вместе лицевой петли еще один рапорт 2 лицевые вместе лицевой накид и 3 петли вместе лицевой сняли кромочную изнаночной это первый ряд нашего основного узора разворачиваем работу лицевую петлю снимаем и далее все петли провязываем изнаночными но обратите внимание мы должны вот этот накид у нас должен быть по серединке между двух петель вот таким образом все петельки изнаночными то есть вот они у нас стоят смотрим вот петля вот накид вот петля вот таким образом по очередным и кромочную изнаночные провязали второй ряд разворачиваем работу и у нас третий ряд и так кромочную петлю мы снимаем и сначала мы провяжем с вами 2 лицевые петли и далее уже переходим к рапорту нашего узора провязываем две петли вместе лицевой не снимая петель с левой спицы делаем накид и провязываем 3 петли вместе лицевой петлей провязали повторяем две петли вместе провязываем лицевой делаем накид и далее 3 петли вместе провязываем лицевой сняли повторяем две петли вместе лицевой накид и 3 петли вместе лицевой сняли и в конце ряда у петля 1 лицевая то есть вначале мы две лицевые провязали в конце одну лицевую чтобы у нас узор сместился в шахматном порядке это у нас третий ряд нашего узора разворачиваем работу и четвертый ряд все петли провязываем изнаночными то есть вот у нас сейчас изнаночная здесь вниманием смотрим вот так стоят петельки петля изнаночная потом накид петля опять смотрим петля изнаночной накид петля петля изнаночной и 2 изнаночные кромочную изнаночной все мы провязали с вами раппорт высоту далее мы повторяем с первого по четвертый ряд на необходимую нам высоту то есть лицевую гладь я опускала после провязывания 2 вернее нашего раппорта то есть его можно повторять некоторое количество раз и уже выйти на лицевую гладь потом опять пустить некоторые до число рапортов и опять выйти на лицевой либо можно просто продолжить лицевой гладью тут все на ваше усмотрение то сейчас у нас будет первый ряд давайте еще раз провяжем первый ряд кромочную снимаем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку накид и 3 петли вместе лицевой сняли 2 петли вместе лицевой накид и 3 петли вместе лицевой сняли 2 петли вместе лицевой накид и 3 петли вместе лицевой накид и 3 петли вместе лицевой сняли кромочную изнаночной это наш первый ряд разворачиваемся все петли изнаночные кромочную сняли провязываем все петли изнаночными третий ряд готов далее у нас четвертый ряд кромочную петлю сняли провязываем 2 4 3 3 2 лицевые 2 вместе лицевой накид 3 вместе сняли 2 вместе лицевой накид 3 вместе сняли и 1 лицевая кромочную изнаночной и уже дали четвертый ряд все петли изнаночными обратите внимание что этот образец у меня связан уже из пряжи потолще и спицы до три с половиной но вот из более тонкой пряжи на тоненьких спицах он смотрится очень воздушно очень нежно поэтому я конечно для летних изделий рекомендую вам вязать из хлопка вот такой очень красивый узор на этом все надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны включайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео мастер-класса также приглашаю вас свое сообщество в группе вконтакте и на яндекс цен и на свой второй канал который называется вязаные аксессуары присоединяйтесь всем буду очень рада все ссылочки под видео всем всего доброго ровно все петелек и до новых встреч